всем здравствуйте мои дорогие друзья и сейчас мы сделаем такой расклад вы глазами людей что люди думают о вас какая вы глазами людей там не девочка писала спрашивала меня про один вопрос я я ответила вам в комментариях но видимо до вас это ну не дошло не пришло точнее не пропустили меня с этим вопросом окей смотрите это моя прекрасная амарана очень сильная марина с которой я работаю те кто сюда зашел пожелает мне плохо посмотрите на нее умрете эти все вещи уже заклила я являюсь этим магом боевым темным магом поэтому прежде чем писать мне ватсапе и пытаться пооскорблять меня и повыманивать у меня бесплатные консультации вы немножко подумайте головой что может с вами быть а добрым людям которые нуждаются в моей помощи я всех рада видеть и рада всем помочь девочка задала мне такой вопрос я знаю что вы наверное посмотрите это видео марета здравствуйте я знаю у меня одна знакомая делала привороты умерла от онкологии ну да я уверена что ваша знакомая делала привороты сама они ходила к мастером такие люди умирают от болезни такие люди умирают и долго не живут поэтому для таких работ есть мастера которые будут делать вам привороты деструктивные работы снимать с вас все и так далее вот понимаете для этого есть специальные люди которые занимаются этим и когда человек не знающий не понимающий лезет в черную магию но для меня это самоубийца они прямо идут на смерть вот ну вот я ответила вам на ваш вопрос что если вы делаете это сами то есть да пытаетесь где-то вы понимаете это настолько тонкое дело что ну одно не то слово вы умрете но это перепутали слова не так оставили откуп это ж надо все это делать грамотно понимаете здесь все делается грамотно и делаются такие работы у специалистов они так понимаете вот ну сами поймите меня я думаю что я донесла вам мысль я ответила на ваш вопрос что привороты порчи и вообще снятия все это делается только у мастеров понимаете о чем я говорю вот дальше сегодня я опять я не хотела никому грубить я человек как бы адекватный по сути да человек ну добрый я не хотела никому грубить но сегодня опять ко мне написали женщины которые очень наглые пытались опять выманить у меня бесплатные консультации я им раз объяснила два раза объяснила на третий я послала на хуй когда я посылаю на хуй это прекрасно это очень прекрасно второй вариант он более ужаснее когда я прокляну это это вообще пиздец лучше быть посланной чем быть проклятой ну нихуя мое проклятие не снимите хотите проверить нарвитесь а на меня ну потому что я человек такой что я уважаю всех а вот люди есть такие которые не воспитанные они не уважают труд они не знают не ценят что такое труд не понимают особенно труд и путь ведьмы они не понимают что это сложно здесь привыкли вот некоторые которые меня смотрят верить да в ряженых клоунов которые нацепили на себя мантию и прыгают по кладбищу там я не знаю татуировки набили себе и уже нету места на теле свободного тела бедная не дышит вы же привыкли таким верить да вы не различаете где на самом деле мастер может да а где мастер не может вот так вот так что различаете девочки правильно где мастера где долбоебки ряженые клоунесы даже камера со мной согласна тут падает немножко что ряженые клоунесы вот понимаете о чем я говорю поэтому вы привыкли верить таким я понимаю атрибутика на столе но когда ты вся заколотая в пирсингах да и люди таким верят сейчас минуту настрою камеру и ну понятно все все там понятно все уже без слов взбила эту камеру без слов уже все 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 ясно все уже ясно так я не купила вот этот новый держатель потому что у меня нету времени нету и сейчас у меня очень много заказов так ладно сейчас мы и настроим не беда не беда не беда да не беда беда когда вот такие дебилки да мне пытаются на шею сесть а потом они что-то умирают там дети их не умирают вот это уже беда это уже хуевая да это уже пиздец кто-то на пороге подставим сюда эту прям камера не дает мне блять а записать это видео но я запишу так понятно да я думаю что все все ясно на ваш вопрос я ответила давайте посмотрим какая вы глазами людей такая хорошая колода люблю на ней работать какая вы глазами людей ну вот смотрите людей вы поставили в ограничения то есть вы сейчас поставили людей в какие-то ограничения люди не могут понять что это такое происходит то есть те люди думают что вы сейчас тоже находитесь в своих рамках то есть вы не нарушаете свои границы то есть все что вы делаете вы делаете как надо то что вы острое на язык вы сидите в своих ограничениях то есть вы сидите вот своих ограничениях вам там хорошо как бы сидеть и вы вот ну сидите просто да и вот как бы ну во море по колено то есть люди видят вас в ограничениях до своих границах Человек, который не даёт нарушать свои границы Человек, который просто живёт в своём мире Смотрите, такая карта, где женщина у нас в кругу Только круг не из пентаграммы, а из мечей Тут многие думают, что легко к вам не подойдёшь Легко с вами не поговоришь Вы человек такой замкнутый в последнее время Человек такой закрытый И вот они понимают, что с вами не поговоришь Вот сейчас, в данное время Потому что, возможно, вы стали злее Либо ополчились на людей То есть здесь как будто бы вы сами как-то прервали со многими связь И здесь идёт такая информация, что люди говорят, что она не нарушает свои границы То есть её границы нарушить нельзя Здесь как бы надо с ней по правилам И идёт такая информация, что люди видят, что вы отстаиваете свои позиции Кстати, можете вы перекрасить цвет волос Или их же хотеть перекрасить цвет волос Или же у кого-то волнистые волосы Или же вы хотите реально их перекрасить Здесь что-то связано со стилем Стилем одежды даже, возможно, стилем Может быть, даже и волос Кто-то думает, что вы старомодная Либо живёте по каким-то как бы вот Правилам своим Одеваетесь в одежду, в ту, которую вы хотите То есть люди ещё думают, что вы себе ни в чём не отказываете У вас есть деньги, отложенные деньги Может быть, даже кто-то думает, что вы эти деньги получаете С помощью каких-то талисманов Здесь ещё идёт такая информация, что люди могут наблюдать за вашими покупками Куда вы потратили, что вы сделали То есть здесь видят вас такую, что вот ни в чём себе не откажет Не значит, что вы там себе покупаете машины, квартиры каждый день Но какие-то покупки, которые не могут позволить себе люди в этом мире Допустим, ту же самую кофту, юбку Или же игрушки ребёнку Вы можете купить То есть смотрите, здесь очень большая зависть идёт к вашим покупкам Смотрите, кто-то из вас может делать ногти Либо же ногти делать часто Иметь любовь к длинным ногтям Либо же кто-то хочет обучиться на ногти Смотрите, ещё я вижу такую картину, что кто-то может Знаете, вот как это называется Вот когда, я не знаю Аж стыдно В самой гербаре или нет Вот собирают сушёные листья Я не знаю, как это Да, самой, конечно, стыдно Но отличницей в школе я не была Я мастер в другом деле То есть вот как-то или сушёные листья Или может быть кто-то вот что-то Или осенние листья Там кто-то, я не знаю, чуть ли не собирает Кто-то может меня смотреть кондитеры сейчас Видят вас ещё, знаете, как больше в мужских энергиях Тут мужчины наблюдают, кстати, за вами Сейчас мы его раскроем Начитанная вас видят Умная, знаете Такой вот женщина, которая Знает толк в своём деле Может быть даже не в своём деле То есть женщина, которая понимает, как себя вести Женщина, которая понимает, что делать Что у вас чуть ли там не хранится Тайная информация, да И вот люди, они изучают вас Очень много идёт наблюдения Именно за вами в интернете, в сети Ну а действительно, где ещё наблюдать То есть смотрите, что из подвешенной ситуации Вы можете выбраться очень такой неподвешенной То есть вот кто бы не пытался вас вот так вот как-то прижать Кто бы не пытался вас вот как-то остановить Морально, словами, даже, ну возможно, может и физически То есть здесь, ну вы идёте вперёд То есть вы из оков своих освобождаетесь Что это такое, объясню более доходчиво Я объясню более доходчиво, что здесь я вижу человека Да, и люди видят такого человека Который показывает пример другим, что можно выйти Возможно, вы вообще из бедной семьи Которая сейчас добилась, да, там чего-то Кто-то любит носить корсеты, смотрите Вот, многие говорят, что можно у неё поучиться чему-то, да Чему-то поучиться, что-то она расскажет Что-то она знает Сейчас я раскрою вот этого мужчину Тут мужчина какой-то за вами наблюдает Но вообще тематика это не этого расклада Но всё равно, давайте посмотрим Вот это какой-то мужчина, который ревнует вас к другому мужчине Прямо это вообще какой-то мужчина, который ревнует вас очень сильно К другому мужчине Хорошо Хорошо Говорят, что вы стоите в любовных треугольниках Здесь люди говорят, что вы стоите в любовных треугольниках. Либо то, что для вас не важна личная жизнь. Смотрите, кому-то могли перекрывать личную жизнь. Хорошо. Женщины говорят о том, что можно у неё там чему-то поучиться. Что ставит перед выбором. То есть вот так вот, да, ещё могут тут говорить, что ставит перед выбором. Вот. Что она ставит перед выбором. Что она идёт вперёд. И ставит перед выбором. Оу. Так, что у нас тут такое-то? Тут какая-то девушка говорит... Не пойму. Какая-то девушка рассказывает и жалуется, что она в депрессии. Что как будто вы не уделяете ей внимания. Кто это такая? Прямо она хочет... Кто ты? Вот же как уход. То есть тут какая-то девушка рассказывает о том, что вы плохо с ней поступили. О том, что вы ушли. Отвернулись от неё спиной. Да, отвернулись со спиной. Эта девушка рассказывает о прекращении общения с вами. Что ещё говорят люди? Смотрите, что ещё говорят, что вы в движении. То есть вы можете вот так вот взять, да, и вот сорваться, поехать в любое место там, да. Вот. Ну, вы не будете как-то вот думать или гадать. То есть если вы хотите, вы будете это делать. Но вот меня смущает, что кто-то мог делать вам именно на то, чтобы вы как-то в личной жизни некомфортно себя чувствовали. Именно могли делать как-то вам на некомфорт в вашей личной жизни. Вот. Чтобы вы чувствовали себя некомфортно. Но вы сейчас та женщина, которая очень много состояла в любовных треугольниках. Прям очень много состояла в этих любовных треугольниках. Да, сейчас. Прям очень много. Родственники за вас ещё говорят, что... Да, тут ещё как бы и близкие совсем люди говорят. О том, что вы отдалились, да, от них, потому что у нас шарик улетает воздушный. О том, что вы стали другой, что вы отдалились, что вы как-то стали такой закрытой. Да, закрытое что-то вот. О том, что многим разбили сердце. Кстати, вы сейчас тоже с разбитым сердцем находитесь. Вот. Вы сейчас тоже находитесь с разбитым сердцем, кстати. Так, сейчас минуточку. Я спички принесу. Хочу зажечь свечи. Я не люблю без свечей работать. Чёрт, шо это за хуйня такая. Ну вот, не люблю, хочу, чтобы горело. Вот и всё. Сейчас я зажгу. Погорит. Да, то есть, меня сейчас тут смотрит даже женщина с разбитым сердцем. С разбитым сердцем смотрит меня женщина. Ну, говорят о том, что вы сами, да, вот такая вот, вот, просто. Сами находитесь в разбитом сердце. И многим вы разбили сердце. Вот, что ещё люди говорят за вас. Что вы могли женатыми, допустим, встречаться, да. Деньги есть у вас. То есть, по деньгам не нуждаетесь. В деньгах всё хорошо. То есть, деньги идут к вам в руки. Деньги идут. Вот, возможно, даже и легко идут, да. Но они не знают, как это вот так вот работает. То есть, многие вот сидят на диване, да, диванные критики. А вы устаёте. Даже если вы не работаете физически, вы можете морально всё равно вкладываться, да. Что вот как бы мы не хотим работать. Ей идут деньги в руки. А как она это всё делает? То есть, настороженно, кстати, многие к вам относятся. Очень. Ах, блядь. Очень остороженно. То есть, говорят, что и вы насторожены. То есть, если идёте, идёте с мечом. Постоянно меч где-то держите. Ну, в переносном смысле, конечно. Потому что здесь вот говорят, что вы как-то осторожная. Вот. Многие смотрят на вас и говорят, вот там я работаю так же, как она, не хочу. Мне бы просто сидеть и ничего не делать. Но они не прошли такой путь, как прошли вы. То есть, такой путь они не прошли, понимаете? Ну, да. Вот, кстати, ещё к вам кто-то может торопиться. Завтра можете от кого-то от бывшего получить весточку. Так, смотрите, кто мне ещё говорил, что там, как с вами связаться. Ватсап не пишите для личных консультаций. Я как бы помогу, отвечу. Сильная личность. Кто-то вас побаивается. Да, но вот просто не могут ещё понять ваше поведение. Говорят, что вы играете роли. Кстати, по знаку зодиака вы можете быть лев. Кто-то может быть львом. Хорошая мама. Для близких всё делает. Можете любить животных. Кстати, кто-то мог петь, но бросить. Мужчины могут рассказать... Знаете, как ещё вот вы выпадаете такой женщиной? Мужчинам с вами хорошо, но мужчины не хотят с вами брака. То есть они не хотят вам с вами этого. Смотрите, да. Поэтому я же говорю, что меня смутило то, что на кого-то могли сделать именно порчу, либо же перекрыть вас как-то через кладбище. Я сейчас не буду говорить, что это прям на всех. Тут у нас все подумают, что всё, пизда, блядь, на мне порча. Нет, это я же говорю, что есть личные расклады. Вот у кого-то очень хороший слух. Кто-то прям слышит, да? Этот прям очень сильно слышит музыку хорошо. Или кто-то, может, хотел записать свою запись, да? Ну, то есть, блядь, песню свою записать кто-то хотел. Что вы в движении? Постоянно люди говорят о вас. Что вы в движении? Что вы постоянно куда-то... Да, больше преобладать... И тут и мужчины говорят за вас. Но больше вы можете преобладать в мужских энергиях. Что такое мужские энергии? То есть, это не значит, что... Ну да, у кого-то, кстати, может быть побольше мужских гормонов. Такое тоже может быть, да. Вот опять же, что вы хорошая мама, тут могут говорить. Но вы странная, вы уходите в себя. Да, наблюдения здесь много. Интерес к вашей личной жизни. Да, знаете, такое могут говорить, что вы можете встречаться вообще с кем попало. Но почему-то тут мне вот так вот идёт, что люди говорят о вас так, что вы можете встречаться с кем попало. Вот. Ну, вот так вот почему-то идёт. Кто мне там, блядь, написал? Бывшие, очень много бывших о вас говорят, что было хорошо, что она, да, хорошая любовница, но нехорошая жена. То есть, она не для, вот, как бы, жизни, да. Ну, она не будет женой, но она будет, там, хорошей любовницей. Так, сейчас, девочки, минуточку. Вот, да, что вы будете хорошей, там, женой, но нехорошей, там, ну, хорошей женой не будете, будете хорошей любовницей, да. Кстати, очень много бывших хотят с вами соединить связь. Ну, ладно, что ещё? Что вы такая можете, за словом, в карман не полезть, да, за словом, в карман не полезете. Вот, знаете, ещё очень много людей говорили о вас и говорят сейчас те, кто с вами ругался. А с вами ругались многие. Я вижу, что вы не будете терпеть, но тут очень, да, много мужчин выпадает, это бывшие ваши партнёры. Кто-то может вас подозревать в магии. Ну, давайте только сейчас на корону на себя не ставьте, никакого магического там я не вижу у вас. Просто кто-то может говорить, что вы косите под ведьму. На вас могут гадать, кстати, ходить и гадать. Подгадывать. Кто-то, знаете, что вы щедрая, вы добрая. А давай-ка у неё попросим помощи. То есть, кто-то даже помощи хочет, возможно, у вас попросить. Возможно. Кто-то такая, что вы щедрая. Не тупая, не дура. Зависти очень много от женщин. Женщины есть какие-то, которые пытаются, да, вот что-то вот. Вот вроде бы они видят, что это не так, да, что вы реально начитанная и умная. Но они вот хотят вам сделать больно там через кого-то. Вот такие вот завистливые дамы, которые выпали. Вот знаете, какие-то дамы могут за вас ставить свечи за упокой. Значит, далее. Блядь. Я вижу ещё такую ситуацию, что многие говорят, что вы хитрая. Своего не упустите, да, будете как-то вот карабкаться. И если надо там до своей цели, вы не допустите никого пока, ну вот, вот только ваша цель, только ваша мечта, всё. Что вы встречаетесь с женатыми мужчинами, тут могут говорить ещё, да. Что вы мечта многих женатых мужчин. Ну вот такие, да, вот я подробности вижу. Смотрите, здесь реально, может быть, кому-то нужна будет чистка. Какой-то влюблённый, тайный поклонник о вас может говорить. Кстати, кто-то, у кого-то из вас может быть родинка под губой. Вот. Или же она нарисована, или же своя, да. Понятно. У кого-то в доме растения стоят очень долго, даже вы можете не поливать. Растения вас любят. Смотрите, я вижу ещё такую ситуацию, что вот кто-то, вот какой-то ваш тайный поклонник, да, он может, ну, как, или рисовать вас, или хотеть нарисовать картину. Но тут ещё и сама женщина может быть художником, которая меня смотрит. Вот. Кто-то хотел пойти в археологию, вот, или... Тут археология, археологически. То есть, или как-то изучать мир, вот, из вас. Но мечта не сбылась. Что вы наблюдательные. Кто-то может говорить, что вы тратите деньги не по уму. Вот. Тут я говорю ещё раз, что кто-то хочет как-то вот попросить у вас денег. И ещё, смотрите, есть такие люди, которые раньше думали, что вы вообще, да, будете жить в нищете. Сейчас смотрят и думают, о, блядь, да она реально не дура. Она реально может. Вот она реально может. Она не дура. И ей это легко даётся. Ей легко даётся заработок денег. То есть, она реально не дура. То есть, она вот может. Ей легко даётся. Смотри, как у неё получается. А мы сидим тут и считаем каждую копейку. А у неё, блядь, получается. Она реально не дура. Она не дура. У неё реально получается. Да, вот так вот. Окей. Хорошо. В каких энергиях вас видят сейчас? Ну, в мастер своего дела. То есть, мастер своего дела. Легко штампуете бабки. Тут опять о деньгах. Вся в работе, говорят. Вся в работе. Просто вся в работе. Что у вас чуть ли не каждый день праздник, блядь. Вот так говорят. Ну, тут меня ещё смотрит женщина, которая в любовном треугольнике. Точно надо уходить вам из этого любовного треугольника. Сейчас у меня какая-то женщина смотрит. Забираете дочку и уходите. Что-то такая загадочная дама. Вот немного могут говорить, что у вас есть отклонение в психике, потому что у кого-то есть эмоционально нестабильный фон. То есть, вы можете быть радостной, а потом вы идёте в печаль, а из печали вы идёте в агрессию. То есть, вот это я вижу. У кого-то есть эмоциональный фон, да, который нарушен. Психика именно, да, она нарушена. Да, я такое вижу. Вы знаете, что я прямо всегда говорю. Вот я вам и говорю. Что вы там отдыхаете? Всё хорошо, всё прекрасно, говорят люди. Знаете, что, да, вот опять же, минуточку, да, внимание. И вот женщины, они говорят, что вот, а как с ней? Вот она то хорошо, а может и нож вытянуть. То есть, эмоциональный фон говорят, что он нестабилен, что вы добрая в душе, но вы просто занимаете свою позицию. Меня могут рыбы смотреть. Тут какая-то женщина хочет завершить, тут перемирие. Какой-то женщине тяжело сделать шаг в вашу сторону, но она хочет перемирия. Какая-то женщина хранит фотку о вас, не знаю. То есть, ладно, окей, вот такая информация пошла. Да, стоп, стоп границы. То есть, не пересекайте, не идите на мои, не заходите на мои... Блядь, что это за хуня? Не заходите на мои границы. То есть, вы в движении, вы идёте к своей цели. Вот эта карта смерти такая вышла, окей. Что она нам означает? Сейчас закину. Значит, с вами хочет поговорить ваша мама, которая умерла. Да, ваша мама и отец, которого вы потеряли. Но я не буду уже здесь об этом говорить. Это уже наличные расклады ко мне переходить. И тут вышли прям мать и отец. У кого-то мать могла умереть, потом следом отец. Или отец, а потом следом мать. У кого-то прям семейная могила, но это я не буду здесь говорить. Это не для этого расклад. Так, это двойная могила, но это потом уже. Потом, потом, потом. Это не сейчас. И мать на вас злится. Мать злится на вас. Это покойная ваша... Ой, мать. Понимаете? Тут что-то связанное с отцом и с матерью, которых вы потеряли. Они прям хотят поговорить. А вы скучаете? Вам не хватает родителей? Пусто без них дома. В доме, где вы остались, а пусто. Ничего не хочется. Жизни нету. Да, тут что-то связано с могилами, с мёртвыми. Больно скучаете по родителям. Окей, хорошо. Но это здесь я уже не буду говорить. Тут тема другая была. То есть, ну, я думаю, что, да, зависть тут есть от женщин. Тоже видно. Знаете, что ещё вот кто... Блядь. Может, ещё вот так за вас говорят, что она и так вот много в жизни вытерпела. Она и так выстрадала. Так и так она много чего в жизни потеряла. Кто-то радуется за вас искренне, а кто-то не может радоваться за вас искренне. Понимаете? Кто-то не может. Кого-то душит жаба. Есть у вас, конечно, тайные поклонники, да, которые вы пришли на поклон. Но это уже в других раскладах. Всё. Всем добра. Всем всех благ. Не болейте. Будьте здоровы. Желаю вам всего хорошего. Ну, вашим детям всего хорошего. Будьте всегда... Постарайтесь быть добрыми. Вот, я тоже постараюсь. Ну, конечно, такие люди попадаются, дебилки. Вот хотела расклад сейчас закончить, но я сейчас кое-что скажу. Ну, вот хочется не обижать людей, тем более взрослых женщин. Хочется иметь уважение. Но когда ебанутые пишут, уже вся катушка летит. Сегодня мне звонила какая-то мадама, тоже с Краснодарского края. Я запомнила ваш номер, там 7777. Я вас послала нахуй. Вы в WhatsApp у меня заблокированы. Вы здесь читаете, слышите всё. Вы заслужили этого. Потому что вы мне звонили 5-6 раз на WhatsApp. Я вам сказала, да, давайте я вам сделаю диагностику. Вы хотели узнать, есть ли на мужчине порча. Я вам сказала цену. Вы промолчали. И, блядь, ближе к вечеру она опять, пидораска, мне начинает звонить и говорить. Я завтра вам переведу. Скажите, есть ли порча или нет. Ну, нет денег, не пиши, чёрная ведьма. Не хочешь платить? Я понимаю. Да, нет денег. Можно там сказать, здравствуйте, сколько стоит диагностика. Я отвечу, всё. Тогда я, спасибо большое, потом к вам обращусь. Это делают нормальные люди. А ненормальные, они пытаются выманить вот такие вот расклады, да, вот хотя бы одно-два слова. Ну, нихуя не будет. Понимаете, мне здоровье потом, ну, важнее. За всё есть плата, особенно в мире тайных знаний. Мне не хочется, иногда, конечно, вот, ну, нет. Чёрная ведьма не может быть. Я могу пособолезновать. Жалость я оставляю за пределами кладбища. Не можете платить диагностику? Ну, не надо писать. Кому нужно помочь с приворотами, с порчами, там, очиститься? Пожалуйста. Я не только занимаюсь порчами. С помощью чёрной магии можно исцелять, помогать. Можно всё делать. Чудеса бывают и в чёрной магии. И многие ко мне приходили с болезнями. То есть я помогала, да. Я не говорю, что я тут высший разум, но я такой же человек, как вы, просто очень много знаю и умею. И я хотела бы попросить вас, что... Это не ко всем относится. Здесь есть благодарные люди. Но если у вас нету денег, я понимаю. Там, понимаю. Да, я могу пойти на уступку в каком-то ритуале. В диагностике я не скидываю цены. Всё. В ритуале, да, возможно, бывает такое, что, да, я иду на уступки. Не каждому в крайне редких случаях. Ну, бывает, да, когда я там вижу. Я сама решаю, сколько взяться человек. Это моё право. Но я уважаю всех. Стараюсь, по крайней мере. Стараюсь. Вот. И, ну, верю в чудеса, потому что я думаю, что есть... Есть, я вижу, я читаю по комментариям. Есть люди, которые нормальные, адекватные, добродушные. Которые знают, что такое тяжело, да, что это как бы, ну, за труд. Вот. А есть вот такие вот конченые. Почему-то они решают, что не могут мне звонить и, блядь, писать почему-то на бесплатной, сука, основе. Такие вот ебанашки, да. Иногда у меня даже мать слышит, как я их нахуй посылаю. Говорит, Марета, ну, попытайся. У меня мама, у неё алтарь, она верит в Бога. Ну, это я же говорю, у меня не передавалось. А Полине я неродовая. Сильная, но неродовая. Вот. Она говорит, ой, ради Бога, там не оскорбляй их, не обижай. А я никого не оскорбляю, никого не обижаю. Я стараюсь им объяснять, что, здравствуйте, у меня бесплатных услуг нету. То есть я чёрный практик, я смотрю всё платно. На что они меня, они видят доброту и садятся на шею. Но я-то, блядь, мощь могу уничтожить. И потом я уже им говорю, что ты не борзей овца ебучая. И уже посылаю их нахуй. Это только я никогда никого не посылаю просто так или там не проклинаю. Ну, так сказать, я никогда никого не трогаю просто так. Есть такие люди, которые нарушают вот мои границы. Да, то есть вот женщины бывают, пишут. Я говорю, услуга платная. Они мне, да давай, давай бесплатно. То есть они уже получают очень хорошую ответку. Могу тронуть родителей, детей мне похую. Мне ничего за это не будет, уверяю. А есть такие очень хорошие женщины, которым я могу пожелать только здоровья. Сегодня мне написали три женщины. Да, я вот сказала, что вот, да, диагностика платная. Ответила. Они говорят, да, Мария, это я вас поняла. Но сейчас суммы такой нету, мы там обратимся к вам потом. И мне похуй. Даже если они не обратятся, да, мне похуй. Они не стали дальше отвлекать моё время. И, ну, как бы не стали, да, они вести себя по-хамски. Есть те, которые, да, их всё устраивают, устраивают, да, и как бы я смотрю им и помогаю. Давайте я ещё раз расскажу, как проходит консультация, чтобы вы понимали. Вы мне скидываете фотографию, оплачиваете по номеру на карту, я смотрю. Голосовым сообщением я отвечаю. Никаких видеозвонков, никаких аудиозвонков. Они есть, но вы мне не сможете это оплатить. Может, если какой-то бизнесмен придёт и сможет купить моё время, возможно. Но таких очень мало. Личные встречи со мной – это вообще только богатые люди. Потому что мне нужны... Да, у меня были выездные работы. Помимо оплаты мне, мне нужны свои врачи, своя охрана. Вот, своя машина, такси там. Ну, неважно, там уже разберусь. Потому что мы все люди, мы все болеем. Есть метеозависимые люди. Поэтому, как бы, частные врачи обязательно. Охрана частная обязательно. Всё мне оплачивает тот человек, который, как бы... Или там та семья, да, которая... Вот я работала как-то на одну семью, помогала им очень много. Я выезжала к ним в ихний край. То есть, но там была достойная оплата, очень достойная. Вот. Есть те люди, которые, допустим, едут ко мне. Да, вот, хотят лично там пообщаться. Вот. Ну, это тоже всё, как бы, стоит немалых денег, поверьте. Потому что то, что знаю я, это... Знаю, наверное, только я. Я не говорю, что я тут такая с короной. Есть очень тоже сильные практики, но их очень мало. Достаточно мало. Вот. Вот. Ну, я не хочу унижать и оскорблять кого-то здесь из практиков. Как делают это другие маги-долбоёбы. Унижают всех подряд. Есть тут одни долбоёбы, которые унижают там битву экстрасенсов. Там говорят, что одни там конченые люди. Там есть ведьмаки и ведьмы, но их единицы. Вот. А есть такие, которые вот всех под одну гребёнку гребут. Это тоже неправильное воспитание. Так же вот, как и мои клиенты. Да, есть дебилы, а есть порядочные люди. Так же и там. Есть шарлатаны, а есть видящие. Ну, это вот только я пойму. Это человек обычно, мне кажется, с простыми знаниями не поймёт. Ну, там видно издалека. Вот. Поэтому, ну, конечно, мне бы хотелось бы, да, видеть побольше грамотных людей. Вот. Я даже не представляю, вот как я могу писать человеку, допустим, как я приду в частную клинику, если у меня нет денег оплатить частному неврологу, либо кардиологу. Ну, это же какая-то бестакность. Это какая-то же вот наглость, что ли, мне кажется, больше. Невоспитанность или там, вы думаете, да. Таких не жалко. Таких не жалко. Понимаете? Таких не жалко. Мне жалко стариков, жалко деток, которых оставляют в дедомах. Больных жалко, больных деток жалко. У меня бы были миллиарды, я бы им всем помогла. А таких долбоёбов, которые хотят бесплатно наживиться, мне, ну, таких не жалко. Я бы их уничтожала каждый раз. Порченые бы, херячила им бы, блядь, чтоб они дохли, суки, мёрли, блядь. Вот. Таких не жалко. А мне деточек жалко, маленьких, которые там маму ждут, она их бросила или умерла. Мне стариков жалко. Бабулечек возле церкви мне жалко. Действительно, которые нуждаются на пенсию, не могут там ни колбасу себе купить, никого, ничего не могут. Таких мне жалко. Вот. Инвалидов мне жалко, которые пришли, ноги руки нету. Парализованных жалко. И парализованных жалко мне, которых дети свои бросили. Или же отцы, матери своих детей бросили. Да помилует нас всех отец. Тёмный, да, такое. Пережить. Вот таких жалко мне людей. Но опять же, мы во всём виним дьявола. Вот так вот. Вот так вот люди запрограммированы. Да, люди не хотят признавать своих ошибок. А таких наглых людей мне не жалко, которые хотят всё на халяву. Понимаете? Вот так вот. Ну что, дорогие, всё, будем прощаться. Всем желаю добра. Всем желаю удачи. Скоро у нас 23 февраля, потом 9 мая. Я постараюсь делать вам скидки. Я знаю, что кто-то живёт на одну зарплату, кто-то не на одну. Мы все идём по разным дорогам. Но у всех конец будет смерть. Поэтому не надо ставить себе корону. Как вы говорите, короны на голове у меня нету. Я просто жёсткий чёрный практик. И как бы язык у меня подвешен. Могу ответить. Но это не значит, что я такая вот, знаете, всех нахуй посылаю. Нахуй посылаю только тех, которые пытаются занять моё драгоценное время, когда я могу помочь какому-то ребёнку, либо же ещё кому-то. Или просто кого-то отчитать. Тут какая-то мне жиробасина нахуй свиноматка звонит и ещё, блядь, будет просить бесплатно, когда где-то нуждается ребёнок, блядь, и болеет от порчи. Поэтому думайте своими башками. Всё, я всех целую. До свидания.